В Золотой книге Твери появились новые имена. В этом году запись в городской летописи посвятили поэту и журналисту Александру Гевелингу и знаменитому историку и археологу Ивану Забелину. Церемония записи прошла в День народного единства 4 ноября. Начиная с 2011 года в Золотую книгу ежегодно вносят имена выдающихся горожан, которые своими делами прославили Тверскую землю. В этом году церемония традиционно приурочена ко Дню народного единства. И под очередной записью свои подписи поставили глава города Твери Алексей Огоньков и председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев. Мы не проводим торжественное мероприятие, но это не значит, что мы не празднуем этот день. Внося имена Ивана Забелина и Александра Гевелинга в Золотую книгу, мы говорим о том, что эти люди достойны того, чтобы их память, память о них была увековечена на страницах этого манускрипта. Блестящий журналист и поэт, творчество которого буквально пропитано Тверской областью и Тверью, в которой он прожил всю свою жизнь Александр Гевелинг. О Гевелинге вспоминают как об открытом, остроумном и великодушном человеке, который никогда не отказывал в помощи своим товарищам по Перу и воспитал целую плеяду талантливых авторов. Он был очень деликатным человеком, говорят, интеллигентный, да, на самом деле. И он был прекрасным рассказчиком, он был энциклопедически образован. К нему столько народу звонило, спрашивало, а как, а что, а что, вот это как, объясните. Да, объяснял. Ещё один уроженец Твери, имя которого увековечено в Золотой книге, Иван Забелин, известный историк и археолог, основатель исторического музея в Москве. Почётный член Императорской академии наук Иван Забелин родную Тверскую землю не забывал и поддерживал профессиональное общение с краеведом и археологом, стоявшим у стоков музейного и архивного дела в Тверской губернии, Августом Жизневским. Много консультировал Жизневского по созданию местного краеведческого музея. Человек, который оказал огромное влияние на развитие исторической науки в те времена в Российской империи. Имя общественного деятеля Августа Жизневского ровно год назад, ещё до ограничений из-за коронавируса, также было внесено в Золотую книгу города Твери. В этом году церемонию сократили. Тем не менее, несмотря на обстоятельства, важная тверская традиция была соблюдена. И Золотую книгу в 2020 году пополнили ещё два имени наших выдающихся земляков. Продолжение следует...